Особое мнение на 101FM И это вопрос Конечно, прокомментируйте, пожалуйста Возвращение Дмитрия Никулина в Российскую Федерацию Да, ну я так же, как и все, наверное Пока информацию вижу из средств массовой информации Значит, возвращение было Ну, на мой взгляд, мое мнение, это было ожидаемо Потому что в том числе и формат видеобращения На мой взгляд, предполагал некий посыл Заинтересованным лицам по условиям его возвращения Заинтересованным лицам Такой сигнал Все судили, кому же этот сигнал От Дмитрия Никулина Вот это видеообращение Большинство экспертов сходились в том Которые здесь высказывались, в этой студии Что это видеообращение направлено К тем людям, которые стоят на вершине пирамиды Вот этих всех хищений Которые были организованы В Центральной диспетчерской службе Но что нам пишет еще господин Гордеев Он говорит, правоохранительные органы в реальности знают всех фигурантов Но пока следующее звено, наверное, чувствует себя неприкосновенным А, возможно, и неподсудным Вы знаете про следующее звено что-нибудь? У вас есть свое по этому поводу особое мнение? Ну, мое мнение есть Значит, безусловно, я здесь считаю Что в одиночку заниматься такими вопросами было невозможно Должна быть какая-то цепочка, схема Поэтому я думаю, что речь идет в том числе О людях, которые стоят сейчас на верхушке партии Власти, партии Единой России Поэтому, безусловно, чтобы не попасть под какие-то моменты Связанные с дискредитацией и лживой информацией Я не буду сейчас это утверждать Я скажу, что однозначно, на мой взгляд, безусловно Сейчас идет внутренняя борьба, внутреннее обсуждение того Кто же и сядет ли кто-то в следующий раз Потому что мы об этом достаточно много говорили Непонятно, сядет ли кто-то вообще пока что? Ну, ведь не секрет, что все вещи... Кого возьмут следующие? Да, потому что как происходило в том числе с губернаторами ряда регионов Ведь это все происходило, с одной стороны, неожиданно для всех Но на самом деле, как потом выяснилось, шла кропотливая многолетняя работа по этому персонажу Поэтому здесь ситуация точно такая же Когда вы говорите про верхушку Единой России Вы имеете в виду верхушку Единой России в Кировской области? Я имею в виду, да, верхушку Вы имеете в виду Владимира Васильевича Быкова? Да, абсолютно верно То есть от Никулина ждут показания на Владимира Васильевича? На мой взгляд, да И он их даст, как вы думаете? Вот это возвращение, это что такое? Он говорит, я дам показания Ну, я думаю, что мы все равно здесь сейчас не можем только заниматься домыслами Я думаю, что в виде обращения было обращено не только к нему, но и к ряду других сторон Поэтому его возвращение, наверное, о чем-то говорит О том, что или какие-то договоренности достигнуты И, к сожалению, мы увидим, что это решение потихонечку сойдет на нет Или же все-таки же еще вырисуются какие-то новые фигуранты этой истории В ближайшее время состоится комиссия по этике, я так понимаю, да При Кировской городской думе, в которой вы состоите И будет разбираться вопрос о снятии полномочий Дмитрия Никурина, депутатских полномочий Да, абсолютно верно В повестку этот вопрос включен Но причина формальная, снятие полномочий Ну да, там на самом деле есть несколько веских причин по снятию полномочий И одна из них, это как раз, если есть решение из Следственного комитета О том, что депутат является, на него возбуждено уголовное дело И это, по сути дела, является одной из причин для того, чтобы это решение было Там, на самом деле, еще есть несколько подпунктов Незданная налоговая декларация Абсолютно верно В том числе, там, признание недееспособным Но я думаю, что вряд ли вот эти моменты Хотя, возможно, сейчас и про декларацию Может быть, и этот вариант, как некий самый всех устраивающий Потому что, на самом деле, действительно, сроки сдачи декларации уже прошли И, безусловно, как бы, у меня нету точной информации Но мне кажется, что Никулин, находясь с его... То, что мы видим в средствах массовой информации, не в России И вряд ли самолично мог это сделать Он виноват, на ваш взгляд? На мой взгляд, здесь все установит следствие Это понятно А на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, наверное, там, и он об этом говорил Наверное, гражданская позиция такова, что, там, знаете, есть, говорят, термин «на варея шапка горит» И поэтому его неожиданный уход с политического олимпа Потому что я избрался в сентябре Я с ним вообще не знаком Потому что с сентября месяца я его не видел Как говорят коллеги, его еще не стало, там, чуть раньше Поэтому, на мой взгляд, мне кажется, надо было остаться в России Хотя я понимаю, что наша, действительно, система несколько иная И отчасти я с ним соглашусь Но отстаивать свою позицию здесь, нежели, как бы, через видеообращение Потому что, ну, вот, если не понимать, от какой партии он находится То сам формат видеообращения очень похож был на видеообращение какого-то оппозиционера к власти А не человека команды партии «Единой России» Да, он ведь там говорит, что он считает, что дело носит политическую окраску Да, интересно, против кого и с какой подачи Являясь членом «Единой России» Абсолютно верно Что тогда должны были быть нападки от оппозиционных партий Или я не знаю, от кого еще Других вариантов нет Вы считаете, что есть политическая окраска или нет? Я считаю, что политической окраски нет Вот это как раз результат того, что в том числе новый состав в Думе Я сейчас говорю уже там, в том числе там, про позицию Елены Васильевны В том числе Ковалева, МРБ Да, о том, что все-таки же такие вопросы, они не замалчиваются, они выносятся И я думаю, что еще действительно несколько лет назад, наверное, было бы сложно это представить Но то, что сейчас достается Что именно сложно представить? Ну, о том, что депутат от «Единой России» будет подвергаться, по сути дела, объявлен был в международный розыск Проведены были мероприятия для того, чтобы его там найти и побудить вернуться назад То есть еще несколько лет назад, наверное, это был бы нонсенс Против какой-то оппозиционной партии, против депутата Это, наверное, было бы достаточно как-то смотрелось логично Но точно не против партии власти, представителем которой там является господин Никулин Считаете ли вы верхушку партии власти в Кировской области неприкосновенной? Как говорит Дмитрий Гордеев? Я считаю, что нет Как бы понятно, что, безусловно, там политический вес, он имеет место быть Но опять же, как показывает ситуация в регионах, в том числе в нашем, которое произошло несколько лет назад Я сейчас говорю про губернатора, без какой-то эмоциональной окраски Сейчас неприкасаемых становится все меньше и меньше И, безусловно, это, с одной стороны, здорово, с другой стороны, конечно же, возникает вопрос, где же вы были раньше? Потому что какие-то темы по поводу того же парка Победы, про который говорили несколько лет То есть ситуация сейчас не до конца понятна, к чему она приведет Возможно, это цепочка одной цепи, а возможно, это какие-то моменты для того, чтобы, ну, просто получится, не получится Здесь пока достаточно сложно судить Но то, что это произошло, как бы это, к сожалению, не очень позитивный момент для всего депутатского корпуса Неважно, в какой партии это происходит, потому что все равно, ведь депутат это не элита Это, по сути, ставленник, представитель общественности И когда представитель общественности ведет себя тем или иным образом К сожалению, стыдно, мне кажется, действительно, избирателям, которые отдали голос И стыдно, ну, всем ситуация, правда, неприятная Но избирателям-то почему должно быть стыдно? Ну, на самом деле, это же вопрос... Дмитрий Никулин, он правильно говорит в своем обращении Он помогал сиротам, он помогал избирателям, кошечкам-собачкам Ведь было все это? Я не знаю, с его слов, наверное, было, но задача депутата не в этом Задача депутата не сколько помогать кошечкам-собачкам Значит, задача депутата представлять интересы своих избирателей Округа в целом, если депутат считает, что его избиратель весь муниципальное образование То есть, ну, точно не представлять их интересы И когда затрагиваться какая-то ситуация, связанная с депутатом Именно с учетом его текущей предыдущей коммерческой деятельности Ну, точно это не дает позитива в дальнейших отношениях избирателей к выборам И я думаю, что там, кто извлечет больше пользы и плюсов Какие кандидаты, какие партии, как говорится, время покажет Но, честно сказать, мне, ну, я понимаю Вам лично дискомфортно от этой ситуации как депутату? Мне, знаете как, если говорить лично про себя Там ситуация пока меня лично никак не задевает Но если говорить про действительно весь аппарат депутатского корпуса То, безусловно, ситуация неприятна Вы сейчас говорите про доверие депутатскому корпусу? Абсолютно верно От избирателей Прервемся на полминуты Это особое мнение Михаила Ковязина, депутата Кировской городской думы Продолжается программа «Особое мнение» У микрофона Светлана Занько Своё особое мнение высказывает у нас в студии депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин И это значит, что освободится место в городской думе После снятия полномочий с Дмитрия Никулина Какова процедура? Дальше кто заступит на этот пост? Насколько мне известно Дмитрий Никулин проходил по спискам Поэтому по его округу И округа нет как таково Выборов не будет Поэтому как только закончатся все регламентные мероприятия То партия «Единая Россия» Просто представит своего нового депутата в данном случае Какие-то фамилии уже фигурируют? Мне пока неизвестно Пока неизвестно Но на ближайшем заседании Гурдумы просто будут сняты полномочия Никакие кандидатуры не будут представлены Пока у меня такой информации нет Но всё меняется достаточно быстро Перейдём к вопросу, который касается вас как депутата Безусловно и напрямую Мы говорим об уборке города И у нас в Кирове новый руководитель совмещенной дирекции дорожного хозяйства И дирекции по паркам и скверам Господин Лунёв приехал Кстати, как ваши первые впечатления об этом человеке? Каковы они? Ну, нам его представили заочно На предыдущей комиссии по транспорту ЖКХ Вопросы достаточно были у многих Связаны с его кандидатурой С его опытом работы Его мотивацией что-то менять здесь Потому что, безусловно, мы все видели, что достаточно много было приезжих на этой должности И, как правило, все... Третья за три года Да, и все уходят со скандалом, с тем или иным Потому что, ну, есть достаточно много вопросов Поэтому вопросы мы задали Вот, но четкого ответа мы не получили Какого рода вопросы были? Ну, а почему он? Почему опять не из Кирова? Значит, какая у него мотивация Переехать из более крупного города Где, скорее всего, там совершенно другой уровень зарплат Сюда на зарплату, ну, точно По уровню меньше, чем в Москве, в Казани Ну, и прочих крупных городах Мы ему тоже задавали в этой студии такой вопрос Знаете, что он ответил? Что? Он сказал, что, имея колоссальный опыт в дорожном строительстве И он считает, что это вызов И он готов И он готов ввязаться в эту историю Для того, чтобы применить все свои знания во благо города Что-то другое ожидали? Ну, я ожидал такой ответ, безусловно Да, да И вот теперь уже первые заявления от господина Лунева последовали Он сказал, что в уборке города будет применяться комплексный подход Вы сами представляете себе, что такое комплексный подход в уборке города? Ну, с учетом моего высшего образования Слово «комплексный подход» Я понимаю, что входит в него несколько мероприятий Которые друг друга должны дополнять И давать некий синергический эффект Но вот с точки зрения комплексного подхода по уборке города Пока я это нигде не увидел, не услышал Но опять же, на этой неделе у нас идет серия комиссий В том числе комиссия по ЖКХ Я надеюсь, что он будет присутствовать И в том числе даст какие-то комментарии Видения по дальнейшему развитию Потому что на самом деле вопросов очень много И там понятно, как шутят, что снег сошел вместе с асфальтом И действительно вопросов очень много Давайте прежде чем к асфальту перейдем Все-таки поговорим про уборку Да Вот смотрите, что говорит Лунев Он говорит, что работы очень много Нужно ни год и ни два, чтобы кардинально что-то поменять Но основные принципы будущего благоустройства Нужно закладывать уже сейчас Планирую начать с документов по планированию Документов, регламентирующих организацию дорожного движения Качество будущих ремонтов Регламент по содержанию дорог Все это хозяйство необходимо привести в удовольствием вид Очень напоминает высказывание нашего губернатора Когда он только пришел Нужно навести элементарный порядок И каждый раз, когда приходит новый специалист Он говорит одно и то же Нужно навести порядок У меня вопрос Чем занимаются все предшественники? Почему никак не навести элементарный порядок? Вы понимаете, в чем тут вообще загвоздка? Столько гневных постов в Фейсбуке, ВКонтакте Люди говорят, да сколько можно Этот Киров Вечная грязь Бесконечная грязь И ничего не изменится Вот что говорят люди Вы слышали такие? Ну как не слышал История, когда мама вынуждена была нести ребенка к скорой помощи Там больше километра в деревне Сергеева О которой писали средства массовой информации Это как раз там на моем округе Я понимаю, что я там застрял буквально где-то три недели назад То есть и эта дорога находится там По сути дела в населенном пункте Где в том числе выделяли земли многодетным семьям Ну на мой взгляд Там понятно, что нужно разбираться Но ситуация, которая сейчас складывается в области уборки улиц Ситуация достаточно чрезвычайная На мой взгляд нужно идти двумя путями Безусловно, я понимаю, о чем идет речь Что не все регламенты есть Не все процессы налажены Но есть вещи, которые нужно точно тушить по-живому Потому что иначе через год мы снова столкнемся Или через полгода, или через полтора Мы снова столкнемся с тем, что фактически мы не увидим никаких результатов Но работа будет какая-то проведена Что-то, какие-то регламенты будут сделаны Но последующий руководитель будет начинать примерно с точно такого же Как избежать этого? Вот как избежать этого? Сколько можно уже говорить о том, что нужно применять комплексный подход Давайте разберемся, наведем элементарный порядок А потом, когда ты задаешь вопрос господину Луневу А можно что-то сделать прямо сейчас? Чтобы в Кирове в ближайшее время не начались пыльные бури, всем известные Когда метут и поднимают эту всю пыль Ответа-то нет Потому что, опять же, нужно менять всю систему посыпки Улиц убирать, там, не знаю, газоны И там еще как-то что-то выстраивать Прямого ответа нет Такое ощущение, что вот Ну вот Ничего не изменится Что могут сделать власти Профильные специалисты и депутаты Чтобы менялось прямо сейчас А не потом, когда разберемся Ну, на мой взгляд, это однозначно В текущей ситуации это ужесточить тот контроль, который сейчас есть Со стороны и депутатского корпуса, и руководства города А депутаты контролируют? Депутаты контролируют, но, к сожалению... Сколько у вас депутатов-то? Ну, сейчас нас, если минус, там, пока не кулин, то 33 То есть вместе с ним 34 33 контролера общественных практически Плюс группа общественников от палаты Плюс специалисты от города И этого все еще мало Ну, для того, чтобы контролировать Этого достаточно Для того, чтобы менять Со стороны же всегда проще советовать Я понимаю, что структура ДДХ Она достаточно сложная Но человек пришел не с улицы Если бы я пришел, я бы, наверное, точно сказал бы Дайте мне там месяц, два, три Я разберусь в процессах Налажу кадровую политику и так далее Но человека пригласили с достаточно большим опытом И с большими амбициями Поэтому разбираться... Из Росавтодора он пришел Да, и разбираться там месяцев-то нет То есть сейчас очень важно запустить процессы Которые нужны не на бумаге Чтоб они начали воплощаться в жизнь Но пока ситуация там со стороны Коренных изменений нет Есть отдельные, безусловно, вещи Которые, наверное, там заметны Будут в ближайшее время Но сказать, что ситуация пока парадоксальна Ну, наверное, через месяц Уже можно будет о чем-то говорить О чем? Как изменилась ситуация? Изменилась ли? Ну, еще раз говорю О чем говорить? Сколько можно говорить? Говорят наши слушатели в соцсетях Когда уже делать-то начнут? Ну, ведь делать... Поспорьте сейчас с нашими горожанами И вы поддержите наоборот Нет, я сейчас не защищаю там Ни в коем случае там Новое руководство Я сейчас и не оправдываю его Я сейчас говорю о том, что, безусловно Задача архи сложная И нужно идти двумя параллельными путями Причем надо то, чтобы увидеть результат Потому что пока ситуация не изменилась И должна измениться Чтобы увидеть результат в ближайший месяц Получится тогда Наверное, вот он какое-то доверие Еще на месяц, на два получит Если нет Ну, тогда ситуация действительно Она будет такая негативна Что по сути дела Потому что ведь мы почему и задавали этот вопрос Там, откуда взялся Новый руководитель Дорожного хозяйства Каким образом Ну, что его промотивировало в регион Безусловно, это амбициозная задача Мы это ведь слышим очень часто Когда к нам сюда приезжают Это вызов Это мой некий Кирпичик в будущую карьеру Политическую и административную Поэтому Но мы это слышали много раз Есть практически сторона там Если действительно это вызов То вызов нужно реализовать очень быстро И поэтому я говорю Что вот ума там Дать год Никто не даст год То есть, другое дело Что если ситуация не изменится Что произойдет Потому что, безусловно Там мы как Ну, я лично Я говорю, как депутат Мы, безусловно, будем на это обращать внимание Но уволить я его не смогу Это регламентирующий Может сделать только глава администрации Давайте поговорим о том Как депутаты могут поучаствовать в этом процессе Вот у вас есть район Напомним, это УЦМ, Филейко Да УЦМ, Филейко Ну, еще похуже, чем в центре города И состояние дорог И тротуарных тротуаров И пыли, и грязи И всего прочего Вот вы лично, как депутат От этого района Чем помогаете специалистам Городской администрации? Или наоборот Вы критикуете, фиксируете, контролируете? Ну, я вижу свою задачу Это только с точки зрения контроля И хотя я уверен, что они это Наверное, должны и так знать Без меня Но это указание тех проблемных мест Которые, безусловно, есть Которые через запросы ко мне Обращаются многие избиратели Вот это, наверное И в том числе, если не получается Через какие-то простые вещи Это все-таки же обращение в надзорные органы Для того, чтобы заставить, убедить Потому что, к сожалению, там иногда По-другому не получается И качество работ И вообще сами работают Выполняется, ну, безусловно, так Что достаточно много вопросов появляется Вот сейчас у нас полминуты до перерыва Можете ли вы сказать, что все-таки За последний год, два или три Ситуация в Кирове С содержанием дорог изменилась? Нет Пока не могу такого сказать Прервемся на полминуты Напоминаю, это особое мнение Михаила Ковязина Депутата Кировской городской думы Да, действительно, программа Особое мнение Его высказывает сегодня Михаил Ковязин Депутат Кировской городской думы Микрофон работает Светлана Занько Ваш округ, ваш район От которого вы избрались как депутат Отличается особо У вас там город Но с грунтовыми дорогами У вас там деревни практически в городе И уж если мы говорим о комплексном О каком-то развитии И строительстве И ремонте дорог То грунтовки в современном городе Это какой-то, кажется, нонсенс Возможно, постороннему человеку Вы этим вопросом занимаетесь Расскажите Что думают об этом власти? Ну, действительно так Да, конечно, действительно так Я сейчас как раз хочу Рассказать не про частный сектор Где, наверное, грунтовые дороги Как некий элемент Еще как-то могут быть обоснованы А у нас-то есть достаточно большой Достаточно много дорог Я хочу сейчас рассказать про две Они находятся в жилом массиве Многоэтажных домов Для большинства многоэтажных домов Эта дорога является единственной дорогой Для того, чтобы добраться домой И эти дороги не имеют твердого покрытия Мы сейчас говорим о каких? Мы сейчас говорим про улицу Стахановскую Там есть кусок дороги От Чернышевска до Джаникидзе Там улица Крупской Значит, от Краснофлотской туда ниже Вот, и еще других Но вот если про эти две говорить То уже несколько лет Жители этих многоэтажек Повторюсь, это не частный сектор Пишут в различные инстанции В прокуратуру ГИБДД Для того, чтобы обратить внимание власти На то, что дороги находятся В ненадлежащем состоянии Прокуратура, ГИБДД Действительно подтверждает этот факт Что происходит дальше? Дальше денег нету, но вы держитесь Значит, в конце прошлого года Я сейчас говорю про 2018 год Мы написали поправку Для того, чтобы сформировать Проектно-сметную документацию На основе которых можно делать Уже в дальнейшем твердое покрытие Поправки приняты Все здорово, все радостно взнахнули Жители отметили хорошо Новый год Значит, в январе месяце На мой логичный вопрос Запрос, точнее А когда же эти работы начнутся? Мне отвечают, что денег нет, но вы держитесь А администрация отвечает? А администрация, да Кто-то конкретно? Ну, запрос я всегда пишу на Шульгина Значит, безусловно, отвечает Тот или иной исполнитель С поправками на то, что Действительно, мы включили это в бюджет Но это был бюджет Не в целом на эту улицу А просто она будет где-то запланирована В формате вот тех проектно-смертных работ, которые есть Безусловно, мы эту ситуацию не можем оставить так Мы в марте снова на нее обратили внимание И снова вопрос ушел в работу Значит, и вот эта ситуация может идти так долго Пока не закончится год И снова мы заканчиваем то, что проектно-смертной документации нет Значит, безусловно, я еще раз повторюсь Таких кусков улицы в городе достаточно много Я думаю, что даже не один десяток Но так как про этот мы говорим уже несколько лет И жители, безусловно, там платят налоги Они задают простой вопрос Мы платим налоги Мы за свой счет засыпаем ямы Ну, когда же город за те налоги, которые мы платим Сделает нам дорогу, которая надлежащится Если это виноват застройщик Потому что он не восстанет дороги Тогда это вопрос тоже к городу Потому что он принимает эти дома Поэтому сейчас мы точно приняли решение Что несмотря на ту переписку, которая идет С положительным или иногда с негативным аффектом Мы выходим в суд для того, чтобы через суд Признать ситуацию критически Получить на руки предписание О том, чтобы город все-таки же взял дороги в работу И это как бы маленький кусочек того Что на самом деле со стороны выглядит Причем вопрос про бюджетов и денег нет Это действительно, там бюджет ограничен Но я уже говорил, в том числе в этой студии Хотя там точно знаю, что есть много практикных Деньги, безусловно, в ограниченном бюджете Их можно найти, но есть позиции, которые можно порезать Я сейчас снова про оформление к Новому году За которое мне потом и мои знакомые избиратели Говорят, как так, как без Нового года, без праздника Ну, можно без года, без праздника В том числе привлекать спонсоров Привлекать какие-то вещи Но точно бюджетные деньги тратить лучше туда Потому что люди увидят эффект Мы сейчас находимся в состоянии некой стрессовой ситуации В плане дорог, можно сказать, в состоянии военных действий Потому что то, что происходит сейчас Повторюсь, не только в моем округе Но вот на примере своего округа Это находится там ситуация, как в 19 веке То есть люди выходят из многоквартирного дома Подчеркиваю, не частный сектор И они идут по грунтовой дороге Несколько сот метров до ближайшего магазина До ближайшей остановки С детьми, с колясками И других вариантов у них нет И это нонсенс В какое время были построены эти дома? Ну, они построены уже, безусловно, в наше время Ну, это порядка в течение последних десяти лет И в том числе это вопрос ведь и к застройщику Потому что вот то, что я сейчас сказал Это не единственная улица У нас точно такая же улица Полевая, которая активно застраивается там застройщиком Какие там застройщики работают? Ну, если это не будет воспринято как реклама Это застройщик Стэн Значит, который сдает дома Ну, очевидно, получив Дело в том, что, к сожалению, у нас нет комплексной застройки То есть дома еще были выделены тогда Инфраструктуру и по старому закону должен был делать муниципалитет Однако, выдавая эти разрешения Зачастую уже заранее знали, что, видимо, что дорогу-то не построят Дороги не построят, да Ну, вот то же самое То есть красивый дом Вокруг дома в радиусе пяти метров Асфальт чистенько, хорошо Есть детская площадка Ну, то есть застройщик сделал Около дома, да Но сами дороги таковы, что если пройдет дождь То с коляской пройти будет невозможно Я уже не говорю о том, что никаких школ, садиков Значит, пока... То есть есть проблема с этим И там, ну, опять же, там есть некий позитивный момент Связаный с том, что, возможно, там садик появится Но опять пока все это на бумаге Но инфраструктуры нет Застройщик продолжает строить дома И я думаю, не только он Потому что, безусловно, ситуация там Она такова, что на уровне, на мой взгляд На уровне административного ресурса Можно заобязать Для того, чтобы, если застройщик там Не нарушает, безусловно, закон Если застройщик застраивает дома То в том числе должен нести какую-то социальную нагрузку Сейчас в лице своего микрорайона Такой социальной нагрузки не видно Возможно, она где-то есть в другом виде и месте Но мы ее не ощущаем Я сейчас, может, какую-то крамольную мысль выскажу Но я до сих пор не понимаю Объясните мне, Михаил Почему ставится из года в год задачи По увеличению объемов сданного жилья И оно сдается и строится В отсутствии всякой инфраструктуры? Ну, меня тоже беспокоит ответ на этот вопрос Потому что сейчас то, что я об этом всегда говорю На заседаниях и думы И на встречах То, что сейчас происходит в округе Не запретить ли? Ну, как минимум заобязать Постанавливать, да Потому что, на самом деле, то же самое касается Не только моего округа, повторюсь То же самое касается и района Филейки Уже другого соседнего округа Я думаю, что и в других местах Когда строятся дома без должной инфраструктуры Я сейчас говорю не только даже про садики и школы Об этом вообще Это тоже нету Это отдельный вопрос Нету элементарных дорог Нету тротуаров Когда я разговариваю с жителями Которые там покупают квартиры Безусловно, им рассказывают историю О том, что вот мы сейчас дом сдадим Еще полгода и дорога будет Да, мы все с этим сталкивались И потом десятилетиями Вот на примере Стахановской Дому точно как минимум лет 10 Вот люди как въехали с обещанием Что дорога будет Так они и живут То же самое там переулок Березняковский Который еще там в том числе достраивал Там ЖХ Родина Начинал там еще Тектон Который там в том числе Тектон уже обанкротился С Родиной тоже не все хорошо Когда говорят Ну вот мы дома построим И дороги будут За чей счет Почему они будут Жители естественно верят Покупают квартиры А потом возникает ситуация Когда из дома выйти нельзя Значит по этим двум улицам Вы идете в суд Михаил Ковязин Депутат Кировской городской думы У нас остается 4 минуты До завершения эфира И я хочу еще и у вас спросить Я вам уже не первому задаю этот вопрос Натолкнул меня на этот вопрос Натолкнула информация О фейковом аккаунте Ильи Вячеславовича Шургина Кто-то от его имени Отвечал на страничках Злого кировчанина На вопросы горожан И у меня вопрос следующий Окей У Шургина нет странички В соцсетях Нужна ли она ему У Ковалева есть Елена Васильевна Насколько она эффективна У Игоря Васильева Губернатора Кировской области Есть Насколько она эффективна Для чего создаются Чиновниками Странички в соцсетях Вы туда заходите Ну знаете Вот когда прошла эта информация Я задумался на этот вопрос И решил посмотреть А что там наверху Я хочу сказать Что вконтакте Есть страничка Путина Медведева Там запрещены Комментарии То есть она Некая такая Просто рупор Перестройки О том что происходит Но при этом У Рамзана Кадырова Страничка вконтакте Безусловно ведет Нисколько он Наверное сколько Его пресс-служба Страничка Где можно комментировать Не все К слову рекомментарии Лица приятны Надо подумать Несколько раз Прежде чем комментировать Ну я Когда читаю Комментарии К постам Я думаю что Подумали ли эти люди Действительно так То есть Поэтому я считаю Что безусловно Такие Вообще Ведь Ряд должностей И я считаю Что глава администрации В том числе Они предполагают Некую публичность Понятно что Это Пожалуйста Вот публичность Что ни день То несколько пресс-релизов На страничках Должна быть публичность Я вот хотел дополнить И некий вариант Для обратной связи Потому что эта ситуация Конечно Может перейти Как в свое время С Купритом Когда сначала был диалог Как только количество Негативных комментариев Зашкалило То все Отрубили И сказали Ну вот Вы там в личных сообщениях Пишите А мы будем Возможно что-то отвечать Безусловно Это сложный вопрос И он показывает Некую историю Но на мой взгляд Это еще В законе не оговорено Это личное дело каждого Но я считаю Что в текущем Моин времени Социальные сети Дают возможность Совершенно другого Диалога С разными Вообще С разными людьми Он сейчас есть в Кирове Этот диалог Ну я думаю Между жителями города И властями Сейчас этого нет А у вас есть страничка В которой вы общаетесь Со своими избирателями У меня страничка Вконтакте есть И она у меня Является основным Инструментом диалога Потому что Вы отвечаете? Я отвечаю Как быстро? Постараюсь всегда В течение Там В течение дня Если я не в командировке Не на выезде То есть у меня Вообще формат Там Встречи В приемных Он минимален Потому что на самом деле Приемные Это такой Ситуация Когда кто приходит Он в роли Некого просителя Я считаю Это неправильно То есть я наоборот Всегда говорю Давайте я к вам приеду Во двор Там Если считаете Этичным Там Встретимся у вас дома Там На предприятии И так далее К вам как к депутату На улицах Подходят ваши избиратели? Да Подходят Узнают вас? Подходят? Ну не скажу Что повсеместно Но Ситуация там Ну и знают Более того Там Так сложилось Что когда Ко мне обратился Избиратель Из другого округа Мы с ним поговорили Я надеюсь Вопрос решили То теперь я вообще Там всем говорю И когда мне звонят Вот мы Вы по какому округу? Я говорю Вообще не важно Вы из Кирова? Из Кирова Потому что ну понятно Что если человек Из Верхневкамского района Вязкополянского района Там вряд ли я им Чем-то могу помочь Не знаю специфика Я говорю Если вы из Кирова Я у вас вопрос Точно готов Вместе с вами Повзаимодействовать Ну для меня Вот так И поэтому Я считаю Что страничка Вконтакте В том числе Те комментарии Которые они там дают Иногда не лица приятные У меня не запрещена Комментария Как вы считаете Кировчане В большинстве своем Знают в лицо Сити менеджера Илью Шулькина И мэра города Кирова Елену Васильевну Ковалеву В лицо В лицо Я думаю Что Шулькина знают Но вот когда он гулял С Варламовым Они его не узнавали Да Ну значит Ну я считаю Что знают Все таки же Все таки же Публичная Публичность Она там предполагает Достаточно Узнать Окей знают У нас просто нет времени А Елену Васильевну Ковалеву Я думаю Думаю тоже да Но в меньшей степени Ну просто специфика Работы чуть-чуть Хорошо бы провести Такой эксперимент Хорошо Один день на улицах города Да Спасибо большое Это была программа Особое мнение Его сегодня высказывал Депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин Меня зовут Светлана Занько Всем хорошего дня Спасибо Особое мнение на 101FM Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok